И сейчас у нас в гостях человек, про которого, по его собственному утверждению, все полагают, что он в стихах юморист, а он типичный трагик, просто надо уметь читать. Игорь Губерман. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Здравствуйте, Дружечка. В середине 80-х вами написано следующее. Порядка мы жаждем как формы для теста и скорой мясной мускулистой мессии. Для миссии этой заступит на место и снова как встарь присмиреет Россия. Это удачный прогноз или, так сказать, вы накаркали? Вы знаете, надеюсь, что это я не накаркал, потому что тогда бы на мне была чудовищная вина. Это, к сожалению, сбывающийся прогноз. Вы знаете, мне сейчас очень часто в разных залах присылают записки, как вот вы угадали, и именно этот стишок и пишут. Да, к сожалению, у вас крепко похолодало. Особенно, я это очень ощущаю как приезжий человек, особенно это заметно по средствам массовой коммуникации. Вот особенно по телевидению. Вы знаете, ведь в российском телевидении исчезли самые лучшие личностные ведущие. Я имею в виду Шендеровича, Парфенова, Славу вот этого, как его звали, Шустера. И вообще вот телевидение стало намного более государственным, таким державным. Это всегда очень плохой признак и ужасное ущемление свободы. Я очень боюсь, что похолодание это, так сказать. А по вашим ощущениям, вот Россия, она окончательно присмирела? Нет, нет, ну что вы, ни в коем случае. Кругом всякие газеты, кругом свободомыслия. Думаю, знаете, появилось уже сейчас, слава тебе, Господи, такое чудовищное количество свободных лиц, улыбчивых свободных лиц, прямой походки, независимых суждений, понимания происходящего, что, по счастью, вернуться совсем в то чудовищное состояние, которое я очень хорошо помню, в 60-х, 70-х годах, уже невозможно. Но вот похолодание есть, сколько оно продлится, и до какой степени продлится, так сказать, окостенение. Но вот вы сейчас ничего не можете, вот какой-то такой гарик ваш очередной выдать, прогностический? Ну, нет, нет, нет. Например, через лет 15, что у нас в России случится? Я не пророк, и советов не даю, и вообще меньше дурак, чем кажусь под телевидением. Я ничего лишнего сказать не могу и не хочу. Во-первых, потому что иностранец и склонен к вежливости. А во-вторых, потому что очень люблю Россию, и мне очень хочется, чтобы этого не было. Вот вы знаете, про вас много разных легенд в интернете. Пришлось вот много перелопатить, потому что и Гариков много, и разговоров, и легенды, интервью. И правда вот, что ваши стихи вынес на волю и передал тёще замначальника тюрьмы по режиму? Да, да. Он хороший был человек? Вы знаете, я не очень уверен, что он был хороший человек, но он неукоснительно исполнял свои мужские обещания. А он, я за него написал диплом. Он защищал диплом в педагогическом институте, он заканчивал педагогическом институте, и я за него написал диплом. Простите, тюремщики по какому факультету проходили тогда? Он, по-моему, кончал педагогический. Я писал за него диплом по марксизму и ленинизму, национальной политике на современном этапе. Мне это было очень смешно. Но после того, как я написал, я очень горжусь. Он спустя, наверное, месяц вызвал меня, пожал мне руку. Там такая для стукачей, такое помещение было под лестницей. Пожал мне руку и сказал, поздравляю, наш диплом выдвинут на конкурс лучших студенческих работ. Вы смотрите, вы же говорите, 5 лет тюрьмы пошло мне весьма на пользу. Вот это уже из вашей автобиографии эти строки. Вот может быть, несвобода это вообще не так уж плохо для человека? Несвобода? Да. Нет, Ласочка, ну что вы такие сложные вопросы задаете? Нет, несвобода это чудовищно плохо для человека. И вот посмотрите, 70 лет несвободы во что превратили российского человека. Ведь это же просто геноцид такой, это же ужас, до какого убожества нас всех довели с нашим сознанием и так далее. И вот сейчас-то все только постепенно восстанавливается. Но когда несвобода, коротко, когда несвобода в таком морстром виде, как тюрьма и лагерь, то это очень многим идет действительно на пользу. Я встречал очень хороших людей, которые были благодарны советской власти за то, что они коротко посидели. А что делает тюрьма и лагерь? Вот с коротко сидящим человеком, не 10-15 лет. Это очень трудно, это философский вопрос, который, вы знаете, обсуждали и писатель-боец, и, по-моему, в 16 веке, и разные другие люди, которым удалось посидеть. Но вы так философски об этом говорите, вот неволя расслевает нас сильнее, чем самые беспутные свободы. Неволя расслевает чудовищно, и, конечно, мы в рабов превратились, в немыслимых совершенно. Но тогда о какой неволе вы говорите, Леночка? О неволе совсем тюремной, совсем лагерной? Или о неволе, которая была в лагере мира социализма и труда? Или о неволе, которая в Советском Союзе? Да, неволя, которая в Советском Союзе была, она расслевает чудовищно. Именно о ней я писал. Она превратила нас, так сказать, в рабов, которые и думать отвекли, и работать не умеют, и не хотят. Сейчас-то ужасно сказывается с этим отвращением к труду и недоверием друг другу. А вот эта вот ссылка, тюрьма, вот эти вот короткие острые испытания, которые выпадают на доли то молодых, то немолодых людей, они очень часто идут этим людям на пользу. Когда вас посадили в 78-м? В 79-м. В 79-м. Там сказано, что официально это было за вынос, вывоз икон. Нет, там этого не было. Гораздо хуже. Я, по официальной версии, я барыга, я скупщик краденого. Это замечательный термин, барыга его не уважают даже в лагерях. Мне пришили фальшивое дело, чтобы иметь возможность меня посадить. Кстати, коллекцию конфисковали большую. Но, вы знаете, мне об этом не хотелось бы говорить подробнее, потому что, во-первых, уже говорил десятки раз. А самое главное, это описано в двух моих книжках. «Прогулки вокруг барака» и «Пожилые записки». Давайте немножко о еврейском вопросе. Давайте. Вот у вас сказано, раскрылась правду в ходе дни, туман легенд развеев. Евреям жить всего труднее среди других евреев. Это уже в Израиле сочинено? По-моему, даже до Израиля. Потому что, вы знаете, когда в 70-е годы уезжали люди, и они писали письма ужасные панические, что мы впервые встречаемся с такими евреями, мы этого совершенно не знали. А у нас же там в Израиле... А может быть, после, когда я приехал и встретился сам. В Израиле. Вот в чем главная трудность общения одного еврея с другим? Вы знаете, мы оказались все чудовищно разными. Мы оказались евреями разных национальностей. Потому что мы ужасно восприимчивы к духу той страны, в которой мы живем. Поэтому мы, например, чудовищные россияне, русские евреи. А вот мои соседи по двору, бухарские евреи, которые живут в Средней Азии. Они чистые узбеки. Они носят халаты, тюбетейки, че-то разговаривают по-узбекски. У них совершенно другая ментальность. А евреи, приехавшие из Марокко, а евреи, приехавшие из Емена, а евреи, приехавшие из Африки, Эфиопы, а наши евреи, приехавшие из Литвы, из Прибалтики, совершенно не те евреи, что приехали из Москвы и Ленинграда. Мы жутко разные. Какие самые очаровательные евреи? Русские, конечно, для меня. А давайте теперь о русском вопросе. Следующий, Гарик. Вечно и нисколько не старее, всюду и в любое время года, длится, где сойдутся два еврея, спор о судьбах русского народа. Чистая правда. Это касается только тех, которые выросли в России, евреев? Да, конечно. А вот внуки ваши, они в Израиле живут? В Израиле живут, да. Вы знаете, их... Вот их этот вопрос интересует? Судьба русского народа, судьба России? Нет, внуков нет, конечно нет. Потом, смотрите, внуки мои уже, к сожалению, не будут знать русского языка. В том объеме, чтобы их интересовала как-то Россия. Они не будут читать русскую литературу, к сожалению, к моему великому. Мы их запустили, надо было ими заниматься. И три внучки, и внук, они говорят по-русски кое-как. Но дети мои, у меня дочка и сын, жены мы родили вместе, вот, они очень интересуются Россией, читают книги по-русски, читают российскую литературу, но это пресечется. Пресечется. А вот есть какие-то вещи, к которым вы относитесь без иронии. Ну, серьезно так. Нет, миленький, нет. Я думаю, что ко всему на свете, над всем на свете можно смеяться, включая Господа Бога, смерть. Я против слова «нужно». Я против вот таких категорических императивов и никому не прописываю рецептов и советов. Но можно, безусловно, чем чем угодно. От Бога и смерти до России и всемирного еврейского заговора. Очередная творческая встреча, Игоря Губермана с «Почитателями таланта» закончена. Я знаю, что вы сейчас с облегчением вздохнете, потому что пишете, что выступать на публике вообще не любите. Вот спасибо вам. Я не то чтобы не люблю, я не получаю удовольствия, я не ловлю кайфа от прожекторов, я пятеров, так сказать. При этом собираете записки зрителей. А записки – это безумно интересно. Записки – это некий дух, сознание. Иногда информационные, они еще дочные, интересные. Очень люблю записки. У меня в последней книге «Воспоминания» огромная глава есть о записках. Записки бывают потрясающие. В последнее время в России какие вам записки присылают? Ну, эти разные. Трудно обобщить понятие записка, потому что кто-то пишет что-то хорошее, кто-то ругает, кто-то рассказывает эпизоды из своей жизни, кто-то опять-таки спрашивает, что я думаю о судьбах евреев, Израиля, России, что я думаю о Путине, что я думаю о Жириновском, о котором я ничего хорошего не думаю и так далее. Поэтому сказать коротко, о чем записки просто невозможно. Ну, вот тур по Сибири, да, сейчас? По России и по Сибири? Не совсем. Мы только что... Я только что приехал из Челябинска. И предыдущий раз я был в Томске. Я каждый год езжу в Россию, но объезжаю раз в год, но объезжаю просто разные города. В Томске я не был лет 7-8, наверное. И приехал с удовольствием, потому что воспоминания у меня остались замечательные от публики. Посмотрим. Посмотрим. Спасибо, Игорь Неменович. Спасибо вам большое за вопросы. Всего доброго.